Мы сидим потихоньку, телевизор смотрим. Сотрудники полиции вызваны на семейный развод. У женщины несколько ножевых ран. Если говорить о насилии, то это его крайняя форма. Она встречается в полицейских сводках и не каждый день. Гораздо чаще возникают другие ситуации, когда дело не доходит до полиции. Домашнее насилие обществом не воспринимается как проблема. Особенно, когда речь идет о женщине. Десятки бичан были опрошены волонтерами, членами общественной организации «Здоровая семья». Точка зрения большинства респондентов привела в шок. Женщина сама виновата, что с ней так обращаются. Значит, она плохая жена, хозяйка мать. Между тем, бороться и осуждать следуют все виды насилия. Физическое, материальное, психологическое. Долгое время сейчас сопровождаем семью, в которой мужчина на глазах детей и жены истязает домашних животных, оправдывая это тем, что он хочет их наказать, и чтобы семья как бы выполняла все требования, которые выставляет данный человек. Скрытие фактов насилия в семье, долгое молчание и терпение жертвы приводят к страшным последствиям. В длительной психологической помощи нуждаются потом все члены семьи. Научить женщин противостоять жестокому обращению – это задача общественной организации «Здоровая семья». В ходе акции «16 дней без насилия» волонтеры раздавали бичанкам буклеты с номерами телефонов доверия, рассказывали, как следует поступать и где искать защиты при жестоком обращении. Работа не прошла бесследно. Не успели организаторы подвести итоги акции, как к ним за психологической помощью уже обратились семь женщин. Ирина Дубицкая, Иван Зяблецкий. БИИСК. Специально для наших новостей.